Более 80% жителей региона страдают дефицитом гормона Д, он же витамин Д. Мизерное количество по-настоящему солнечных дней круглый год, не только зимой, и далеко не всегда правильное питание влияют на наше настроение и приводят к снижению эффективности. Яркая рождественская неделя, конечно, прибавила доброго настроя, но кардинально вряд ли смогла повлиять на проблему. Как перезимовать серые деньки и научиться управлять невидимой магией гормонов? Об этом интервью с эндокринологом Георгием Романовым. Не самая солнечная пора за окном. Вот интересно, как медицина советует пережить этот период в помощь витамин Д? Вот первое, что приходит в голову. Если раньше советы медицины были очень простые, лет 50 назад больше включаете свет, и будет вам все хорошо. Сейчас есть люминесцентные лампы, которые не влияют на это состояние человека, поэтому приходится прибегать к некоторым хитростям. Например, выяснено, что дефицит витамина Д сказывается на плохом настроении, плохом переносимости темного времени суток. А значит, малоэффективности? То есть это действительно проблемный вопрос? Что советуете? К сожалению, в Гомеле немного солнечных дней в году, даже и летом. И проведены исследования, в том числе и я участвовал в этих исследованиях, 80% людей в Беларуси страдают от дефицита этого гормона. Поэтому витамин Д нужно принимать в любом возрасте, только дозировка уже определится с врачом. Сейчас предлагаю поговорить о так называемой магии гормонов, по-другому и не скажешь. Георгий Никитич, какое влияние на наш внешний вид и на наше состояние, мироощущение оказывают самые невидимые гормоны? Тут даже, наверное, не магия гормонов, а какая-то карусель гормонов. Потому что в каждом возрасте свои гормоны. Если мы возьмем детей и подростков, там начинается половое развитие, стартуют половые гормоны, гормон роста. Это одно поведение. И по этому поведению можно определить, есть ли проблема у малыша или у подростка. Задумчивость, плохая успеваемость. Сразу же к врачу, и возможно, что проблема как раз-таки со щитовидной железой или с теми же нарушениями половых гормонов. Если взять мужчин и женщин, там тоже есть отличия. Особенно в возрасте перехода уже от зрелого возраста к более пожилому возрасту. Снижение уровня гормонов мужских и женских половых. Как тут не вспомнить про гормон инсулин? Наверное, один из самых известных гормонов. Это ведь именно он зачастую многих из нас, в том числе, конечно, зрителей Беларусь4, подталкивает в очередной раз, возможно, в тот самый лишний раз, сходить к холодильнику. Сегодня гормон инсулин действительно изучается очень активно. Его рассматривают в аспекте причин даже развития ожирения и так называемого метаболического синдрома. Когда инсулин вырабатывается очень много, но он не оказывает того эффекта, которого его ожидают. Оказывает эффект совершенно противоположный. Этот гормон может влиять и на переосределение жировой ткани. Человек выглядит совершенно по-другому внешне. Этот гормон влияет и на поведение. У меня есть пациенты, которые даже этот гормон заставлял просто врать и обманывать по поводу того, что я ем то или я не ем чего-то другого. Что бы вы советовали? Ведь я понимаю, что если один раз дать поблажку себе, к примеру, возвращаясь к предыдущей истории человека-холодильник, то завтра гормон скажет «давай больше». Это классический вариант порочного круга, когда мы даем подпитку этому гормону. Начинаем принимать сладости, быстрые углеводы. В ответ на это вырабатывается еще больше инсулин, который заставляет человека еще больше употреблять больше сладкого и калорийных продуктов. То есть как выход искать замену тем же сладостям? Да, это, наверное, нужно строить свое питание правильно. Действительно, проблема ожирения все больше и больше стала касаться и белорусов. Вот вы из своего достаточно большого опыта, каким видите решение этой ситуации? Что бы посоветовали каждому из нас? На прием часто приходят пациенты разного возраста, в том числе и малыши. Когда приводят малыша на прием мать и спрашивают, что же с ним делать, у него избыточная масса тела, или даже уже существует и ожирение по расчетам индекса массы тела. Когда я спрашиваю, а чем вы его кормите? Он любит кушать фастфуд, он любит кушать продукты высококалорийные, при этом еще в руке держит телефон. То есть здесь нужно говорить о культуре питания. Возвращение к тем правильным истокам правильного питания, когда есть культура питания за завтраком, за обедом, за ужином, семейные обеды, семейные ужины. В общем, хороший повод задуматься для каждого из нас. Спасибо за эту информацию, за это интервью. Успехов вам и до встречи в эфире. Спасибо.